Всем привет, ребят. Ребят, всем привет. Ребят, всем привет. Я попросил Максима поприветствовать. Зачем ты сказал, что это я? Это Ремба? Это Ремба? Это Ремба. Ремба. Мы играем без музыки, потому что Максим говорит, что там прилетает авторское право. Да, прилетает. Так, мы играем без заполнения отряда, да? Разминка. Тут мы с ботами, скорее всего. У тебя девочка такая симпатичная персонажа. Да, мы играем в Call of Duty, похоже на кое-кого. Ладно, играем в Call of Duty, погнали. Давно нас не было с Максимом, мы долго планировали. Автозаполнение отряда включено, да, в итоге или нет? Нет, я отключил. Короче, насколько я понял, королевскую битву изменили. Я в колдунь не играл так же давно, как Максим не использовал Mail.ru агент, поэтому как бы давайте попробуем, я не знаю, что из этого получится. Да, и я, кстати, тебе хочу сказать, сейчас немножко по-другому работают топоры. Если раньше достаточно было двух плюх, то сейчас надо раза четыре прорядить из топорика, чтобы противник хоть что-то почувствовал. Слушай, я вижу какие-то новые локации, я здесь не был. Ребят, я запустил колду впервые после стрима Макса, и я даже не знаю, что происходит. Смотрю, новая локация, да, тут? Тут новые локации, тут новая графика, тут дохера чего нового и интересного. Ну, это мое субъективное мнение. Новая графика? Да, новая графика на мини-карте, если ты обратишь внимание. А, нифига. Как-то насыщенно, да, и по-другому. А, да, тут все новое, смотри, тут все новые. Да, оно более объемно как-то так смотрится. А, так это прям вообще новая королевская битва. Я просто не вижу цирка, и мне грустно. Непривычно. Мне тоже грустно, но я думаю, что он где-то все-таки есть, этот цирк. Да, ребят, нифига себе. Если цирка нет, то мы его сейчас устроим. Это однозначно. Блэкаут, Ого. Ты видел, какой пенис у самолета, на которого мы летим впереди? Нет. Хорошо, металлический. Под фюзеляжем. Залупа такая. Максим. Так, антенна есть. Антенна, стройплощадка, я летал, кстати, на стройплощадку, стрельбище. Ну, слушай, вылетай, где ты был, да, я ничего не знаю. Да, я полечу, где я предполагаю, должен был бы быть цирк. Пенис под фюзеляжем, вот это да. Надо так назвать канал, слышь? Максим, переименуй. Да, переименуй свой канал. Нет, потому что надо принципиально новый канал создавать, на котором будет принципиально новый контент выходить. Нет, нет, канал будет называться «Пенис под фюзеляжем», и каждый ролик – это вылет этого вертолета. И всё, под музыку. Под разные треки, да. Да, да, да. И всё одно и то же. Слушай, хорошая идея, видишь, генерация какая у меня идей. Ой, нифига, а чё это такое? Тут всё прям новое. Идея на генератор? Так это маяк вообще какой-то, блядь, неадекватный. Нет, смотри, тут какие-то перки, какие-то, ну, по-новому всё пишется, да? Да, это адреналинов. Теперь здесь есть вот всякая штука для улучшения брони. Как, адреналинов нету, а чё делать? Это адреналинов, броню улучшай, я не знаю. Типа броня имеет три шкалы теперь или что? Броня, да, три шкалы, но вот у тебя есть там для ремонта, это всё. То есть бронепластины остались? Бронепластины остались, но они типа улучшают твой этот. Рюкзак второго уровня. А, кстати, а есть рюкзак? А, есть третий? Я просто считал, что третий есть. Три уровня, да, да. Офигеть, вау, как красиво здесь, нифига. Это яблочко. Смотри, как красиво, да? Да, красиво, я вот хочу вниз. Слушай, давай с тобой вниз, я тут ни разу не был просто. Ой-ой-ой. Офигеть, ну, колда реально изменилась, тут надо прям изучать. Да, да. Слушай, игра вообще чувствуется по-новому. Возле нас бегают. Да, я тоже слышал. Возле нас бегают, и я пока не пойму, где. Ну, по-моему, у меня. А, уже понял. Да, уже понял, он на меня вышел прям четко. Ну, слушайте, вот мы высадились сюда, пока что, типа, прикольно, но я еще многое не понимаю. Да, изучать надо, конечно, прилично теперь. Да, то есть совершенно новая игра, как по мне теперь. И, да, я с чувствительностью... А оставили-то это, перерождение-то, королевскую оставили или ее выпили вообще? Ну, ты знаешь, я не пробовал. Я играл один, и соло против складов, то есть с ребятами мы так и не поиграли. Так эта карта меньше, чем прошлая или одна? Ну, такая же карта. Я не совсем понял. Я ее не всю исследовал еще, не во все локации попрыгал. Вот эта третья локация... Чувак, мы с тобой не везде, не на каждом шагу на прошлое-то полазили, если так скажу. Тут такое тут дело нервного. У нас были любимые места на прошлом. Были, были, теперь я не вижу. Нам нравилось ходить в разные... залазить. Слушай. Ну, как-то... Че, машина прям ездит? Ну, понятно, ну, всякое добывает. Слушай, ну, как это сделать? Блэкаут, ребят, нифига себе. Слушай, мне дали... Мне дали, че, получается? Вот бронепластину, ее можно юз... А, вот ее используешь, она третью шкалу добавляет. Да, третью добавляет шкалу. Тут парашка, кстати. Ты посрать? А поссать я не буду подгадывать. А смотри, а есть три шкалы и еще четвертая полоска. Это куда? Это что? Звад, вернаться, Влад, аккуратно. Там где-то сзади кто такой. Ребят, первый килл на новой карте. Давай-ка я тебе помажу. Это невероятно. Так, че там за четвертая шкала-то? Я чуть не понял. А я не знаю тоже, что это такое. Что это такое? Интересно. Что такое четвертая шкала? Я тоже не совсем понял. Пошли искать эрдроп и всякую... Офигеть, адреналинов нет. Вот это, да? Да, раньше как-то было проще с этим, да? Раньше просто, да, было привычнее уже. Адреналин, ты знал, что это адреналин. Ощущение, что сделали, знаешь, какой-то ремейк этой игры. Как у Free Fire, помнишь? Давай бежим по дороге и агрим на себя всех. Просто. Кто нас увидит. Ага, прикольная идея. Давай попробуем. Ой, а тут еще заполнение рюкзака показывается, типа. Да, так, конечно. У тебя же вот два, то есть три, как бы, уровня рюкзаков. Я так понимаю, разное количество всякой хуйни можно носить. Вот. А жилеты там находил? Точно тоже три уровня осталось? Я так понял, что это все вот об одном и том же. Типа, рюкзак какого уровня у тебя и... И от этого все что-то там зависит. Короче. Сколько мы там с тобой планировали этот ролик? Ну, я не знаю. Дня три. Дня три? Или больше? Не знаю, я не помню. Или два. Ну, долго, долго с тобой. Офигеть, когда к ящикам подходишь, у них подсветка есть. Угу. Ну, то есть много интересного. Ну, вот смотри, графоний другой. Вот деревья, смотри, как прорисованы. Нет, может, это просто модели другие? Модели. Да, потому что я смотрю, тут прям новых моделек полно всяких. Прорисовка, прорисовка, понимаешь, она совершенно... Более насыщеннее стало, да, в плане цветности? Ну, мне так нравится, мне интересно прям. Красиво это что-то. Так, пошли к эрдропу как-то будем пробираться через мост. Угу. На мостах засады делают пубкеры всякие. Пубкеры. Делают тут засады. Да, интересно. Я думаю, что мы сейчас против ботов, скорее всего. Смотри, там два эрдропа. Кстати, сейчас эрдроп один летит, в котором всякий там хлам, а второй, в котором ты можешь кастомную сборку взять. Кастомная сборка эрдроп фиолетовый. Интересно, а это что, типа с этим новым обновлением на вторую годовщину это появилось, получается? Или как? Видимо, да. Видимо, да. Ну, знаешь, оно как бы и приятно, и не очень. Потому что вот я давно не играл в игру, и я теперь вижу перед собой фрифайр. Да, да, я тоже вижу фрифайр и фортнайтовскую игру. Ты знаешь, я вот давно тоже не играл в игру. Так же давно, как, я не знаю, ты не ел крыжовник. Блядь! Влад, иди сюда! Чё это? Смотри, я твою девочку сейчас покатаю на охуенной тачке. Хорош. Блядь, поехали. Ты сел, да? Я, я вот он, да. Отлично. Прикинь, вот эта машинка. Камеру нельзя поменять, интересно, как в Need for Speed. Ну, на Ви. Мы с тобой летим. Не, я от первого леса можно, на Ви. Вот, 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 смотри, смотри. Упс! Всё, выходим отсюда нахуй. Как выйти, как выйти? Посигналить я уже умею. Всё. Всё, идём к фиолетовой херне. Слушай, ну, конечно, это не PUBG. В PUBG физика, там, у транспорта всё-таки. Не PUBG, но тем не менее. Но тем не менее, машина, да, машина интересная. Я улучшился, не улучшился? А что делать надо? А, тут, так теперь идёт. Цифры. Лоу. Циферки идут. И так. Всё? А, всё, взяли. Сразу все, ты понял? Водитель, всё, теперь ты можешь водить машину корректно. Иди, садись. Пошли, водитель кэрдропов. Водитель! Почему водитель, не пойму. Хер знаю. Я думал, это у тебя сразу, знаешь, навыки вождения после этого. Кроме... О, вот тут вот всё заебись. Вот тут вот как раз то, что нужно. И Арктика. Усилитель кинетич красная какая-то. Это что такое? Не знаю. Я взял. Её? Да. Офигеть, я её только нажимал, а мне другое дали. Ну, неважно, я просто быстро. Ну, и взял. Пока я там думал. Да. О, смотри, там упал этот. Или чё это? А вон, видишь, красная, чё это такое? Я хочу посмотреть... А, так это и аэрдроп же, ёлки-палки. Я хочу посмотреть супостатов. Где аэрдроп? Где ты его... Аж вон там дымок, видишь? Красный. О, всё, пошли туда. Там, может быть, можно кастомку взять. Ну, я вот туда ещё иду. Основная сборка сейчас на М4 и раздавать. Слушайте, как давно я реально не играл. Сколько времени-то прошло? Да вот как и я, наверное, место 4. Ну, последний раз, я помню, ты купил боевой пропуск, по-моему, я тоже его купил, но в итоге я... Чё такое кинетическая броня, я не понял, это? Вот её, может быть, нужно использовать, чтобы у тебя вот эта вот кинетическая броня как бы... А, да, смотри, действительно. Действительно, да-да-да-да. Может, это есть адреналин? Да, типа... Броневой, броневой адреналин. Ну, там тебе даёт ещё четвёртую полоску вот эту. Оранжевую, да. Да-да-да. Получается, если мы не играли месяца 4 оба, это что, получается, тебе сейчас 82 года? Получается, что вот так вот как-то всё происходит в этой жизни. Вот это да. Всё меняется, всё течёт. Вот это да, максимум 82 года. А мы всё играем в колду с тобой. Угу. Я пытаюсь выяснить, где, где враги. У тебя Арктика с подсветкой или что? Так, да-да. А, почему она красная? Она чё, мифическая, что ли? Как это так? А где Лео? Да. Так это Лего или как Арктика? Ну, типа, да, наверное. Почему красная страна? Без понятия. Всё поменяли люди. Рассказывайте в комментах, кто там часто играет, много играет. От нас пытаются обнаружать вот где-то там. Да, я видел. Это прям чекнули тебя, да? Да, вижу, вижу. Он возле этого. Возле ящика с эрдропом. Офигеть, вот эта игра. Тереть, помогу. Сейчас играет на меня, идёт. Бежит, да? Да. Есть, минус. Долго я в него стрелял, всё обойму высадил. Как тебе это нравится? Слушай, мне это пока не нравится, потому что ничего пока не понятно. Всё красочно, но непонятно. Очень красочно. Это, с одной стороны, хорошо, потому что очень много скинов таких и было, всяких пёстрых. Пёстрых. Я знаю, с чего, вот единственное, чего не хватает, Калде, я до всегда это говорил, это чего-то по погоде и ночь, чтобы вот была прям хочется. А возможно, Влад. Идёт кто-то. Да, к тебе идёт. Вон ещё в воде Арктику свою доставай, вон, видишь, чел? И я бегу к тебе, да, сейчас. Как-нибудь его чекай. Ну, 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 сейчас, сейчас, он коридропа, наверное, идёт. Где он там? Ага, вижу. Ну, походу, я смог. Я уже понял, понял, понял. Да, я думал, я не люблю это. Я справился. Так, а это тот самый грузовик, да, о смерти, вот этот. Так. Да, твой любимый. Да, мой любимый мужчина. На четырёх, на шести колёсах. Так, ну, тем временем, тем временем. Так, чё тут? Я, я бы хотел всё-таки... Так, а как карту, ты помнишь? На М. На М, да? Мини-кей, мини-мэп, да. А, вот как раз вот эта вот херня. Это фиолетовое, то, что в воде. Это эрдроп с кастомками. Вот так вот. Теперь, так, Влад, вот там вижу человека наверху. Офигеть, ребятки. Слушай, у меня ощущение, что катка реально не такая долгая, как те. Может, кажется просто. Есть. Всё, поймал. Да, долго я что-то с косой её стал. Мне кажется, действительно, если посмотреть, меньше, по-моему, пунктов, куда спрыгивать, да. Как-то быстрее немножко, кажется. Ну, может, это и хорошо, может, и к лучшему. Слушай, может, и к лучшему, но красочность, конечно, она прям... Она прям отбивает все наши претензии, судя по всему, да. И пьёт наши глаза она пока что. По крайней мере, мои, так точно. Да-да-да-да-да, выходим на ребят. Да. Здесь ещё должны быть люди. По тебе полили? В этом. Нет, в доме. В доме, в доме, в доме. Дверь открыта, в доме люди? Да. Тарпетаж, аккуратно. Нет, тут вообще никого в этом круге нет. Это я, значит... Мне показалось просто. Ладно, поехали. Поехали. Передропу. Это твоя взорвалась, да? Да, я чекал штук. Всё-всё-всё, уходим к артропу. Я же пытаюсь, знаешь, скилл свой восстановить. Смотри, вышки как во фрифайре добавили. Прикольно. Слушай, возможно, они прям вдохновились. Гарена? Гарена, гарена. Ну, у них гарена есть, колда гарена есть. О, да-да. Они такие подумали, пацаны, фрифайру пишут на почту. Пацаны, давайте мы ваши вышки подрежем. Они такие, ну ок, а чё нам за это будет? А мы... Ну, мы заплатим, как бы. Возможно. Возможно. Я хочу тебе сказать, что вышки были, в принципе, в Call of Duty очень даже неплохие до этого. Жаловаться не на что. Слушай, там один только пункт, как он там назывался, с большими вышками, как он назывался? Помнишь его? Ой, блядь, не помню. Прямо передо мной за камнем. Какая-то там станция, короче, электростанция, что ли? Ну, там было всякое. Там было всё. Всё, что можно и нельзя. Слушай, очень хочется посмотреть, классическое-то осталось или нет. Я бы прям сейчас... Не знаю, там, может быть, можно как-то карту выбрать, я не обращался. Да, надо это посмотреть и глянуть. Может, и она стала такая насыщенная, как вот эта игра, катка. Ну, да, было бы неплохо. Я бы сейчас с удовольствием поиграл на старые карты. Я бы тоже глянул, да, и у нас была бы почва для сравнения какая-то. Ну, да, и на цирк бы слетали бы. И на цирк бы слетали. Всё, мы, я так понимаю, идём вот туда, вот вниз, в порт, в этот, или что это за локация? Возле тебя, понял. Я его уже... Ты шустрый, я тебе хочу сказать. Ну, идём, там их осталось трое. Ещё, ещё кто-то, да? Тихо. Возможно, это я. Кто-то топает? Ты? Музыка отключена, эффекты такие тихие. С эффектами бы поработать им ещё немного. Ладно, идём. Можно, кстати, прочекать отсюда вот так вот. Но я боюсь, что из тех троих. Слушай, но мы с тобой типа возвращенцы. Наверное, нам всё-таки большим процентом ботов, да, кидают? Боты, конечно. Боты. Я так понимаю, что когда у тебя сбрасывается рейтинг, то ты... ...по большей части играешь именно с ботами. Оу, пацаны. Да, есть? Да, есть. Он меня... Он даже, наверное, игрок. Он меня увидел и сразу ныкнулся. Да, вижу. Да, игрок, походу. Ну, ему не повезло. Аккуратно. У тебя там всё хорошо? Со здоровьем? Да, вроде бы только броньку эту оранжевую чуть коснул. Так норм, да? Слушай, ну он один остался. Давай топ брать. Походу, да? Да. Ну, ты молодец. Всё, ребята, мы взяли топ на красочной карте. Мы, в принципе, никуда особо не сувались. Вот, можно сказать, в одной местности полазили. Взяли топ. Как говорит Альберт Эйнштейн, мы должны быть готовы пойти на те же чудовищные жертвы во имя мира. Мы должны быть готовы ко всему, в принципе. Нет, это тут просто пишется. Да? Да, я хотел прочитать, но понял, что что-то Альберт, по-моему... Что-то тебе сегодня читать не сильно интересно. Я не хотел читать именно Альберта. Альберт мне сегодня не нужен, не интересен. Это бывает. А как нажать далее? Ага, всё. Пропустить там есть. Ну, что я могу сказать, как человек, который играл когда-то, достиг 150-го ранга, стримил с килобитом на его канале. Могу сказать, что игра в этой, в этом плане новой королевской битвы преобразилась. Это круто. А во всём остальном, а во всём остальном я ничего не понимаю, что происходит. Ты хочешь так быстро закончить видео? Конечно, зачем оно? Зачем утянуть? Мы прошли королевскую битву, мы красавчики, мы посражались с ботами. Это здорово же, правильно? Это здорово. А сейчас мы поищем другую королевскую битву. У меня просто есть... к тебе предложение. А, смотри, тут есть королевская битва изолейтед. Изолейтед. Это старая карта. Давай на изолейтед сходим на новом ролике. Новая карта, это затмение. Давай сходим на изолейтед на новом ролике. Я с тобой согласен, ребята. Всем спасибо за лойс. Вот. Ждите, ждите новый ролик тогда. Вот такие ставьте, обоим нам желательно. У Максима вряд ли этот ролик на канале выйдет, но вы найдите этот ролик у него на канале и поставьте лайк. Поищите, да. Будьте любезны, пожалуйста. Можете под стрим поставить, да. Ну, как бы все. Да, все, пакет.